всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я буду делать подклад для вязаной шапки как я вязала эту шапку вы можете посмотреть на видео по подсказке подклад я буду делать из тонкого трикотажного полотна у меня это кулирная гладь можно сделать из тонкого флиса если у вас зимняя шапочка не рекомендую использовать обычную хлопчатобумажную ткань типа бязи которая не тянется так как она в процессе носки неудобно а трикотаж так как он тянется он нигде не будет давить и так я взяла кусочек трикотажа длиной 26 сантиметров я брала по длине шапки чтобы вам определить сколько нужно купить трикотажа вы складываете шапочку пополам и еще раз пополам такой клин измеряете длину от макушки до кончика уха и можно прибавить еще один два сантиметра но это не столь важно так как подклад должен быть немножко меньше самой шапочки чтобы он внутри был без складок раскладываю трикотаж беру шапочку складываю и опять же пополам то есть совмещаю ушко с ушком у меня соответственно совмещаются все нижние края теперь прикладываю шапочку на трикотаж на подкладе шов у меня будет затылочной стороны трикотаж у меня сложен вдвое срез у меня идет со стороны затылка здесь у меня идет скип я прикладываю стык к ткани выравниваю шапочку чтобы определить ширину подклада и я при пуске делать не буду чтобы у меня не собирался внутри подклад шов будет небольшой примерно 5-7 миллиметров этого будет достаточно чтобы подклад был немножко меньше отмеряю ширину подклада и также сразу можно обвести вот этот вот контур нижний контур шапочки у меня вот так получилось теперь вот эту линию я довожу до верха теперь шапочку сложенную пополам я складываю еще пополам совмещая передний сгиб и задний сгиб ушки у меня при этом не должны сдвигаться у меня получился вот такой вот клин из шапки и теперь этот клин я должна нарисовать на самом подкладе если вам не удобно прямо с шапочки срисовывать вы можете этот клин положить на бумагу обвести его вырезать и потом уже прикладывать на подклад теперь также я его кладу с этой стороны и точно также обвожу здесь и здесь теперь четко по контуру нужно вырезать вот эту вот деталь не забывайте что здесь передней стороны у вас должен остаться сгиб я сложила подклад лицевой стороной вовнутрь и сколола булавками задний шов и передний шов теперь их нужно сточать на оверлоке желательно потому что это трикотаж и швы должны быть эластичными но если у вас его нет то тогда на машинке на расстоянии от срезов 5-7 миллиметров теперь я разъединяю вот так вот подклад и совмещаю оставшиеся срезы между собой вот эту сторону и эту также я их скалываю булавками и точно также стачиваю на оверлоке либо на швейной машине после прокладывания верхних швов я подогнула нижний срез шапочки по всему контуру на изнаночную сторону на пять миллиметров на ушках у меня получились небольшие складочки с лицевой стороны подклада этих складок не видно подогнула и заметала и теперь нужно померить подклад по шапочке я уже померила у меня все подходит если у вас все нормально то его можно пришивать к шапке сначала нужно макушку соединить затем внутри вы выкладываете подклад он должен немножко не доходить до края шапки у меня получается он как раз не доходит на ширину обвязки по шапке я соединяю шов на подкладе со швом на шапке он у меня также идет на затылочной части и нужно подклад приколоть булавками по всему контуру к шапке и теперь аккуратно по тайным стежком я пришиваю подклад к шапочке нитку я взяла в цвет подклада иголку я ввожу под подгибку чтобы спрятать узелок и по тайным стежком пришиваю захватываю часть пряжи и затем часть подклада по краю сгиба потом опять часть пряжи и подклад и так по всему контуру подклад готов пришит по всему периметру если вы хотите можете внутри закрепить его еще в нескольких местах я этого не делаю чтобы у подклада оставалась некая свобода надеюсь что мастер-класс для вас был полезен и вы с легкостью сможете сделать подклад для любой шапочки если у вас вдруг появились какие-то вопросы обязательно пишите мне их в комментариях не забывайте оценивать видео подписываться на канал на мой если вы еще не подписаны и пока пока увидимся в новых мастер-классах а